откуда мы берем деньги на путешествие я вам сейчас расскажу ответ мы в одном слое мы экономим представляю какие у вас числиться но мать его тоже надоело с этой экономией экономить это не значит себе в чем-то отказывать это значит что нужно свои средства разумно расходовать и откладывать при первой появившейся возможности вот смотрите я вам сейчас расскажу о своих наблюдениях я вижу что большие города приезжают ежегодно очень много людей из маленьких городков у них там нет работы в больших городах работа есть люди кооперируются по 2-3 человека брат приезжает к сестре муж жене и так далее и они устраиваются на работу давайте возьмем для примера молодую девушку вот такую вот которая приехала из небольшого городка в большой город где работают такие люди в основном это сфера обслуживания продавцы менеджеры и так далее люди которые раскладывают товары в магазинах супервайзер они называются зарплата у них неплохая около 300 долларов в среднем но есть люди которые получают гораздо больше так вот эта молодая девушка вышла из дому и что она делает она сразу же подходит к покупает себе кофе далее она едет на работу в маршрутке выходит из маршрутки подходит к своему офису здание в котором она работает и там в ларьке покупают себе еду в коробочке уже готовую далее она на работе выпивает еще чашку кофе еще чашку чая покупаю себе какую-то пиццу или какой-то пирожок с мясом вечером она идет домой покупает себе к примеру бутылочку кефира булочку и 150 грамм колбаски да но плюс если девушка курит у нее уходит пол пачки сигарет день покурить значит вот на еду при таком раскладе как я вам посчитала у человека уходит но я смотрю по украине но вы смотрите по своим странам у нас это примерно 6 долларов в день плюс пачка сигарет стоит 2 доллара она выкурит половину пачки сигарет значит 1 доллар ну вот 7 долларов она тратит да это не экономная девушка она неразумно расходует свои средства если эта же девушка становится экономной то она покупает себе в магазине хороший кофе утром стоит на 15 минут раньше не спит до последнего а варить себе чашку кофе овсяную кашу берет с собой обед на работу и таким образом у нее на питание уходит в месяц всего 100 долларов если учитывать что 3 доллара она тратит в день по нашим украинским меркам это совершенно нормальный расклад но естественно такая девушка не будет тратиться на сигареты так вот посчитайте значит экономия 4 доллара умножьте на 30 дней это 120 долларов она может сэкономить в месяц вот это около 1200 долларов до примеру умножить на 5 лет это 6000 долларов только экономия вот таким образом деньги только на своих завтраках обедах и ужинах это умная девушка может уже начинать думать о том как бы ей вложить средства в собственное жилье вот примеру при городе киева можно сейчас купить квартиру маленькую и не так близко к транспортной развязки но за небольшие деньги и начальный взнос может составлять и 6000 долларов и 10000 долларов в зависимости от компании которая продает жилье если говорить о нашей семье как мы экономим мы себе ни в чем важном не отказываем на чем я могу сэкономить первое у меня есть кредитная карта на кредитной карте есть банковские средства которые обязаны пополнять течение 55 дней после расхода я их пополняю но это кредитная карта дает мне возможность ходить в магазин и покупать продукты которые я вижу в акциях если бы у меня были только наличные деньги то я бы не смогла воспользоваться многими акционными предложениями а так они мне позволяют существенно экономить значит о кредитной карте если вас интересуют тонкости все ее использование как при помощи нее можно сэкономить и вообще улучшить свою жизнь существенно я могу сделать отдельное видео если в этот вопрос вас интересует я могу подробно вам рассказать как ее пользоваться для того чтобы она служила вам и не вашим кредитором известно что люди тратятся в основном на коммунальные услуги и на продукты если говорить о коммунальных услугах то конечно же я слежу за тем чтобы не расходовать воду и свет больше чем не положено но я уже молчу о том что мы всегда все выключаем на кранах у меня стоят специальные насадки которые позволяют мне экономить воду для того чтобы я экономила электричество у меня во первых есть индукционная плита на которую я готовлю она только двухкомфорочная эта плита не расходует много электричества и дает мне возможность готовить то что я хочу что касается воды горячей и холодной то к примеру я вам скажу так что в месяц я трачу три куба холодной воды и один куб горячей воды ну летом естественно я использую воды меньше потому что я меньше стираю и меньше использую света также если говорить о питании то раз две-три недели я еду и покупаю три килограмма мяса разных сортов это мясо я разделываю в течение трех-четырех часов я готовлю сразу заготовки себе это будет голубцы котлеты пельмени налистники с мясом я это все делаю полуфабрикатах выкладываю на специальные досточки в морозильную камеру а на следующий день вынимаю и все это фасую в кульке таким образом у меня всегда есть что покушать я никогда не выбрасываю продукты благодаря этому методу если мне нужно допустим сделать обед я жарю 4 котлеты они 14 котлет из килограмма мяса поэтому я никогда ничего не выбрасываю еще существенно и экономлю на том что я сама пеку хлеб все думают что печь хлеб это очень сложное хлопотливое дело на самом деле это очень легко делается это ничего мне не стоит никакого времени у меня об этом есть тоже видео я пеку очень хороший хлеб из цельнозерновой муки на хмелевой закваске известно что хлеб на дрожжах он очень вреден для человека белая мука вообще лучше ее не употреблять но это не говорит о том что никогда не покупаю торт никогда не покупаю печенье и так далее но я делаю это редко и не потому что у меня нет на это денег а потому что эта пища вообще не должна употребляться человеком она приносит только вред кстати я заметила что когда я стала печь сама у меня гораздо меньше денег стало уходить хлеб который покупала в магазине стоит значительно дороже чем я пеку его сама но уже не говорю о том что он здоровее я предпочитаю покупать хорошие продукты которые стоят недешево но покупая их в основном в акциях для этого я слежу за акциями есть специальные сайты на которых есть акционные предложения в разных супермаркетах я им пользуюсь широко еще одна статья о моей экономии я никогда не покупаю лишних вещей я никогда не покупаю дешевых вещей если мне нужно купить что-то из одежды я покупаю вещь только самого лучшего качества но по разумной цене потому что я караулию ее в акциях например в прошлом году мне нужны были сапоги такие сапоги которые бы позволяли мне не упасть на льду там специально такие подошвы с такими наклейками на них это фирма adidas я нашла такие сапоги они стоили очень дорого примерно 150 долларов я подождала пока закончился сезон и где-то в начале марта я купила эти сапоги ну наверное долларов за 50 вот таким образом я экономлю еще я пересмотрела весь в гардероб я его отсортировала я сложила вещи так что я всегда вижу что у меня есть одеть поэтому у меня нет необходимости покупать лишние вещи я нашел то что у меня есть а есть у меня много как у каждого из нас я не считаю нужным иметь 20 кофточек лучше иметь две кофточки чем покупать их много и потом они валяются бестолку только раздражают меня занимают место каждом свое видео я рассказываю вам о том как я еду отдыхать это обязательно на месяц или больше потому что нерентабельно тратится на дорогую дорогу и сидеть здесь неделю или две за неделю или две недели пребывания вы уплатите за арендованную квартиру ровно столько сколько и за месяц это во первых во вторых я заранее покупаю билеты мне это удобно да есть риск того что можно не поехать и потерять стоимость билета но если например я билет покупаю за 40 долларов и если он такая сложится ситуация что будет потеря то я на это согласна еще у меня спрашивают вот вы платите за жилье задаток вы не боитесь перечислять деньги чужому человеку да есть такая вероятность поэтому я очень долго выбираю арендатора у которого я буду снимать квартиру и вот тогда когда я убедилась что он порядочный честный человек почитал о нем отзывы пообщалась с ним изучила его профиль фейсбуке я перечисляю задаток если вы хотите арендовать квартиру задаток нужно перечислять обязательно иначе вы приедете и постучите закрытую дверь задаток для оплаты аренды квартиры может быть разным я не выбираю квартиры с большим задатком вот например за свою квартиру я когда я ехала первый раз я платила 50 долларов я никогда не сижу когда приезжаю в отпуск у меня уже собрана база данных арендодателей если я приезжаю в аланию к примеру то я в свободное от пляжа время и от отдыха я ознакомлюсь хозяевами списываю с ними в фейсбуке в мессенджере вайбере прошу их показать мне квартиру встретиться поговорить познакомиться подружиться и вы знаете я рассматриваю несколько квартир за одну свою поездку и на следующий раз я всегда знаю кому я поеду если у вас есть вопросы по моему видео как экономить пожалуйста обращайтесь я вам буду отвечать а сейчас всем пока а